всем здарова народ с вами варчик т25 дробь 2 взял на него три отметочки соответственно можно поговорить про него и рассказать что это такое это полная противоположность прошлому танку я брал три отметки тигра 1 здесь все наоборот очень комфортная стрельба очень мало хп так что любые пару тычек и все хп уже нету отсутствие брони в корпусе в принципе вообще единственно что иногда там отмазки что-то отскакивает но лучше не надеяться еще из особенностей у танка очень медленно поворачиваются башни хорошо опускается пушка стабилизация не очень поэтому лучше на ходу не стрелять но за счет чего же стрельба комфортная очень быстрое сведение прям молниеносная поэтому это танк скорее такой вот средней дистанции бэбэшка летит и под калибр в принципе с нормальной скоростью бэбэшка там 900 хвостиком метров в секунду под калибр 1200 также наносить урон легко за счет того что пробитие достаточно бэбэшкой 170 под калибром 258 также еще не забывайте взять пару фугасиков с собой поскольку на этих уровнях встречаются абсолютно ватные танчики которые можно фугасами пробивать поэтому несколько фугасиков всегда пригодятся на бронированные танки заряжаем голду и пробиваем их чуть ли не куда попало на не особо бронированные бэбэшки с пробитием 170 хватит за головой точность 036 сведение 1 из 7 пушка просто комфортная очень удобная и кайфовая танк не особо маневренный хп у него мало брони тоже поэтому лезть в ближний бой не стоит средняя дистанция от холмика от башенки от кустика там по кем перить нужно ездить по карте занимать прострелы где подставляться враги и в принципе все планка на три отметки там что-то марки 1700 она там немножко двигается было и 1600 сейчас 1700 в целом это невысокая планка да и вообще на этом танке очень легко фармить хорошую статистику за небольшие результаты дают очень огромные циферки статистик поэтому если хотите отдохнуть когда рандом нормальный а он нормальный когда не включены всякие режимы дурацкие по типу стальной охоты потому что во время стальной охоты играть было на седьмом уровне некомфортно вот стальная охота закончилась и я добил 3 отметки на этом танке поскольку рандом на седьмом уровне снова адекватный и в адекватные периоды рандома на этом танке самое оно поиграть когда я брал три отметочки практически 80 процентов побед там колобанов даже был 20 поиграл с комфортом прямо удивлен что это world of tanks как будто бы игра подменилась но все на самом деле просто выключили стальную охоту вот и рандом пришел в норму на седьмом уровне поэтому я и поиграл адекватно по оборудованию на этом танке все очень просто улучшенные механизмы поворота досылатель и просветленка больше особо ничего на этом танке не придумаешь все у него хорошо с орудием хорошо у него с обзором на просветленки ну а лишняя вертлявость и стабилизация не помешает танчик в целом очень приятный комфортный тащить бои на нем хорошо играть приятно статистику набивать очень легко самое главное проявлять адекватность и просто накидывать урон по тем кто подставляется кататься по флангам менять позиции знать где враги перекатываться чтобы вначале по ним пострелять если союзники будут светить ну а потом уже от ситуации в бою меняем нашу позицию так чтобы вести эффективную стрельбу по врагам пожалуй этот танчик мне намного больше нравится чем какой-нибудь т20 хоть он и быстрый или тигр потому что у него пушка кривая не опускается но ошибок т25 дробь 2 не прощает поскольку если вы куда-то не туда заехали он сразу рассыпается хп нету и он умирает также если подставлять жопу танчик будет гореть двигатель там на всю корму при попадании в двигатель танк периодически горит мне кажется этот танчик очень сильно недооценен непопулярен хотя очень хороший особенно для тех людей кто хочет с комфортом понять как играть world of tanks смотреть на мини карту и правильно оценивать ситуации в бою поскольку если что-то делать не так эффективность в бою на этом танке будет небольшая либо если вы не туда заедете сразу сдохнет поэтому правильное чтение ситуации по мини карте ключ к этому танку с вами был варчик играть красиво всем пока а а а Субтитры сделал DimaTorzok